Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Марка. Сегодня мы с вами читаем 11 главу. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Леонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка. Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Ассанна, богословен грядущий во имя Господне, богословен грядущего во имя Господа, царства Отца нашего Давида, ассанна вышних». И вошел Иисус в Иерусалим в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Въезд Господа в Иерусалим, который мы празднуем в последнее воскресенье, перед Пасхой, это событие, которое предсказано в Ветхом Завете, и которое, конечно же, было долгожданным и хорошо ожидаемым. Речь идет о событии, которое предсказано в книге пророка Захарии, девятая глава, девятый стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Тогда я стремлю к колеснице у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». То есть, Ветхозаветный пророк предвещает, что на осле прибудет царь, который поставлен Богом и который принесет мир. И вот ученики приходят, берут этого осла, и люди спрашивают, зачем вы берете ослонку, он адобен Господу. Господь предвидит этот их ответ, он показывает здесь свою пророческую способность, но мы видим, что эти люди сами напряженно ожидают прихода Мессии. И очень важно, что Мессия приходит именно на осле, потому что осел – это принципиально мирное животное. осел – он не годится для ведения боевых действий. В древности, как и в средние века, конь был символом войны. Конь – это было очень дорогое животное, которое можно было сравнить с танком. Вот человек, который мог позволить себе коня, это был воин, который мог позволить себе оружие, вооружение, тот, кто с одной стороны собирал с людей налоги, с другой стороны он их защищал, и конь был символом военной мощи. И он до сих пор является символом военной мощи. Мы видим памятники, на которых люди изображены на конях. И конь – это символ такого воинствующего царя. Много конных статуй, и мы их можем вспомнить, как изображены там полководцы, которые восседают на этих конях, иногда держа в руках меч, какое-то оружие. Это символ войны. Это символ царства, которое устанавливается насилием. Осел – это мирное животное, на котором люди могли ездить по своим делам, и которое абсолютно не годилось для боевых действий. И вот поэтому осел – это символ мира. И Господь, потому что едет именно на ослике, Он показывает тем самым, что Он есть царь мира, что Он приезжает не для того, чтобы кого-то сокрушить. Ну, невозможно вот на осле поехать в конную атаку. А для того, чтобы установить мир. И люди понимают это. Они приветствуют Его, постевают одежду по дороге, режут ветви с деревьев, постевают, и восклицают, радуются. Они кричат, «Асанна, этот возглас, значит, спасай нас!» Богословен грядущий во имя Господне, богословен грядущий во имя Господа, царства отца нашего Давида, «Асанна вышних!» Вот пришел Мессия, пришел царь, пришел этот долгожданный спаситель от Бога. «И вошел Иисус в Иерусалим, в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, то есть, Ему захотелось пить, вернее, проголодался». Взалкает немножко архаичное слово, оно значит просто проголодался. «И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще было не время собирания смоков. И сказал Еисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек».» Случай со смоковницей, может быть, нам немножко непонятен, но на самом деле в контексте Ветхого Завета это такая разыгранная притча. В Ветхом Завете мы можем прочитать, как пророки делают нечто странное, необычное, может быть, даже шокирующее, для того, чтобы достучаться до людей, для того, чтобы они увидели за этим какое-то послание и его поняли. Вот смоковница, она символизирует религиозную верхушку Израиля, религиозных вождей народа Божьего, которые не принесли Богу те плоды, которые должны были принести, и поэтому они засохнут. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Из столы миновщиков и скамьи, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, «Не написано ли, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники, искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Ветхозаветный закон требовал приносить регулярные жертвы Господу, и жертвы совершенно определенные. Нужно было приносить птиц или животных, и они должны были быть без порока, и были специальные такие прихрами эксперты в законе, которые определяли, подходит ли это животное для жертвоприношения. И если ваше животное не подходило, ну, был выход, они могли вам продать то животное, которое было совершенно, вот, полностью их устраивало, которое полностью подходило под все стандарты. И это приводило, неизбежно приводило к серьезным злоупотреблениям. Люди, которые контролировали храмовые жертвоприношения, они могли на этом делать очень серьезные деньги, потому что богочестивые люди хотели принести в жертву животных, как предписывал закон. Люди, которые сидели там при храме, могли их забраковать и продавать уже в три дорога своих. И Господь, возмутившись такой практикой, Он их разгоняет, и, конечно же, первосвященники и книжники страшно недовольны, но ничего не могут поделать, потому что люди это одобряют, потому что люди и сами этим возмущены, и сами недовольны, но просто не решались выступить. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горесий», поднимите и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, «Все, чем вы не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И люди видят это знамение, что смоковница засохла. И они удивляются, и Господь в этой ситуации произносит им такое наставление о молитве, что следует молиться с уверенностью. И, конечно же, если кто скажет «Горесий», поднимись и вернись в море, понятно, что это иносказание, понятно, что молитва существует не для производства земляных работ, но молитва может приносить какие-то неожиданные, удивительные плоды, и поэтому Господь побуждает нас и поощряет нас молиться. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Это одно из многих наставлений у Господа, одно из многих наставлений в Писании, где содержится категорическое, безапелляционное, безоговорочное требование прощать грехи других людей. Это особенность новозаветной именно этики, которая очень сильно отличается от мирской этики, и в миру прощение рассматривается как признан какой-то слабости, вялости. Мы видели миллион фильмов, где сначала плохие парни обижают хороших, а потом хорошие парни, этих плохих парней, как-нибудь так демонстративно убивают всякими способами, и что месть – это что-то справедливое, это что-то хорошее, это что-то даже святое. И вот Слово Божие говорит прямо противоположную вещь. Нет, нам заповедано прощать, нам заповедано отказываться от мести, и мы должны прощать, особенно когда мы стоим на молитве. Конечно, тут нужно отличать две разные вещи. Для обуздания злодеев существует государство, и государство, оно не занимается личной местью, оно занимается поддержанием закона и порядка, в соответствии с писанным законом, и представители государства, они в этом отношении не занимаются личной местью, им лично эти злодеи ничего не сделали, они просто исполняют возложенную на них обязанность. И в этом отношении христианин может, конечно же, служить государству, служить там в правоохранительных органах, обращаться к государству за защитой, как это делал, например, апостол Павел, но вот что касается личной мести, она нам запрещена категорически. Вот запрещена и все. Мы не можем быть мстителями, нам это запрещено. И более того, нам заповедано прощать даже не какие-то тяжкие преступления, а вот в каких-то гораздо менее драматических обстоятельствах, когда мы имеем на кого-то раздражение, имеем на кого-то обиду, кем-то мы недовольны. И это бывает очень часто. К счастью, какие-то необходимость прощать, какие-то тяжкие злодействия у нас бывает редко, а вот какие-то такие мелкие обиды и конфликты мы должны прощать, как только мы становимся на молитву. Иначе наша молитва не будет принята. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, «Какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью я это делаю. Крещение Иоаннова с небес было, или от человеков, отвечайте мне». «Они рассуждали между собой, если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк, и сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью я это делаю». То есть мы видим, что фрисеи приходят требовать отчета, «А ты кто такой? А ты какой властью это делаешь?» И Иисус им показывает, что они не хотят этого знать. Они задают вопрос, чтобы не получить ответа. Их не интересует ответ. Это вопрос, который задается не с целью узнать истину, а просто с целью отстоять свои привилегии. И он спрашивает, «Ну хорошо, крещение Иоаннов с небес было, или от человеков?» И он им показывает, что они не хотят этого знать. Вообще вопрос о том, с небес или от человеков им не интересен. Им интересны политические последствия. Вот мы скажем так, будут такие политические последствия, иначе будут другие политические последствия, а что было на самом деле, нас не интересует. И поскольку этих людей не интересует истина, не интересует на самом деле, что произошло, не интересует действительно с небес ли от человека в Булоянного крещения, или действительно откуда исходит полномочия Иисуса, он им и не дает ответа, потому что они не хотят знать. Мы с вами прочитали 11 главу Евангелия от Марка, и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!